Вот это вот фотография сколыхнула сегодня или вчера. Нет, вчера, потому что я обещал фотографию сделать. Вот, батарейки были разряжены. Сегодня я выполнил свое обещание. Итак, человек пишет письмо. А эта ценнейшая вещь, черешня, привитая на степной вишне, дала вот эти плоды. То есть, на носу все косточки. Черешня, привитая на степной вишне. Я столько перед вами распинался, помните, что это особый путь. Впереди возможность привать, делать. Как раз вот тут-то и надо делать. Ну, не карлики, ну, низкорослые. Можно, нужно, можно, нужно делать. Вот, имея вот эти кости, вырастить черешня. Кто у нее отец? Рядом здоровенная, прекрасная, крупноплодная черешня Боднар. А вишня? А где-то рядом вишня? Если она опыляет друг друга, откуда урожай-то? У них прекрасное опыление, они все плохо опыляют. Тогда получается здесь полноценные костики. И я вам несколько раз рассказывал, эту банку показывал. Она была полная, и у нее вот это все росло. Вдруг вчера то ли звонит, то ли пишет, товарищи говорят, скажите, пожалуйста, может, у вас осталось немножко черешни на степной вишне? Я лезу в холодильник, вот она, нетронутая банка. У меня есть фотографии ее. Ну, хотите, я вам покажу эти фотографии. Ладно, это если любой из вас, что я не болту, главите мне на слове. Там будет у нас переписка. Константинович, покажите все-таки банку полную, что она была нетронутая. Я ему отвечаю, дружище, банка нетронутая, вы будете первым. Приходит письмо, уже переписка. Константинович, значит, я заберу всю банку, сколько будет стоить. А здесь несколько сотен косточек. Черешни бесценные. А у меня косточка 30 рублей. Ну, косточки в Боднера брали, неплохо брали. А к этой не прикоснулись. Тут тоже самое черешня. Только по двое не этот самый, не штабовая вишня, а степная вишня. Причем это может еще и лучше. Я рассказывал о плюсах. Так, малоростность, удобно. Где-то я вам показывал. 8 метров, все. Мой помощник становился на стремянку, поднимался почти навек, рискуя сломать шею и доставал только до середины. Вот серешня. А здесь все степная. А здесь все. А я вам показывал. Ой, жалко. Найти бы с фотографией. Елена Сана позировала. У нее вот так вот, на таком уровне ветка жирная, с плодами. Это вы видели. И вдруг я залез. Я и забыл, она не тронутая. И ни один не поинтересовался. А можно куплю целую? А тут сотни костик. Я в отчаянии. Покупайте. Сколько? Я говорю, да, 3 тысячи за все. Хотя это получается бесплатно. Вот. Ну, для человека и 3 тысячи оказалось, видимо, не все же такие богаты. Говорит, у меня на тысячу. Одну треть отсюда мы взяли. Вот. Помощицы. Сколько? Ровно одну треть. Вот так вот отгребаешь. И посылку. И уже поехало. Осталось две трети. А дальше все. Вот. Они вот лежат, лежат, потом вот так же, как это, сходить начнут. Потом перестут, потом выкинут. Вот это уровень это. А почему я вспомнил? Помните, своего друга Чернышева, Валерия Петровича, Царство Небесное. Ученого Саратова. Как мы дружили. Константинович, 20 тысяч заказов пришло. Вот. Я вырастил, а уже почти все раздумали. Вот. И это когда-то мы растили. Он спрашивает, сколько это лет дерева? А это же не моё, а пианиста. То ли пять, то ли восемь. Где-то так. Вот. Годы идут, все. Меньше и меньше желающих. Учебный снимок, друзья. Так, что мне надо делать? Ну, еще полчаса разговора, а потом еще дополнительно. Вы меня отпустите сейчас, знаете куда? На кухне я свежего горячего чая налил. Пытаюсь оговорить непрерывно. Это не шутки. Я быстро. Три минуты. Я тут что вспомнил про свою лысину. Итак, я должен был умереть несколько раз. Первый раз еще. Когда я 34 года уехал с Норюска, головные боли, не считая других проблем, достигли максимума. Вот. А переезд должен был меня, в том числе, спасти от инсульта. Страшные головные боли. А оказалось еще хуже. Вот. Так. О, Виноградов пишет. Не забыл ли я про революционную гимнализацию. Если что, это, я, наверное, ой, может тогда прорисуем кое-что. Вот интересная тема только начинается. Студенту, вот покажи вот это вот. Фотографию скажет, ну и что, давай, вот, как тебя звать там, этот самый. Нет, рассказывай, где ты будешь садить абрикосы, где ты будешь садить пяшики. И все остальное. Вот, вот, тебе дали этот участок. Вы представляете, какая интересная тема. Так, гражданин Винограда, вы мне перебили. Но я вот больше всех люблю, уважаю. Если бы не вы, я вот так вот сад бы не это. Помните, смотрите. Это вы мне научили. Вот. Ваша работа. Это я выражаю свою благодарность. Вот так вот берем, нажимаем любой. Это ваша работа. Найти изображение вяточное. Вот. И вы сразу видите. Даже если моё видите, то это моё. Хотя повторяется раз 50 или 100. Видели? 10, 20, 30. На всю планету удачных снимков. И нужны всем, всем, всем. Потому что, надо же обмануть людей. Надо же обмануть. Надо же обмануть. Посмотрите, что делается. Посмотрите, что делается. Кто, когда этого заслужил. Послон поставит, а? Кто, когда. Вот. Это вам спасибо. Теперь так. Я не могу зайти в WhatsApp на экране. Вы же меня просите, если мы вот эту тему перенесём на следующий раз. У меня много таких. Это я. Потому что, я бы однажды согласился. Представляю, звонок был бы. Ну, не от какого-то шестерка. Я допустил, от президента Академии наук. от министра науки и высшего образования. Константин Ильич, прости курс лекций. Не для студентов. Для преподавателей. И будут стоять телекамеры всех ведущих телеканалов. Вот. И будут стоять специально записывающие аппаратуры, чтобы каждое слово, огромные экраны, каждое слово было бы, которое ляжет потом. даже не надо будет в учебнике, не надо будет в текст. А просто, чтобы это всё повторять. Человек, он дома, он любит поспать, пиво попить, чтобы он всё-таки пришёл в аудиторию, а на аудитории прошло экран, и там железо с указкой. И вот это всё рассказывает. Я бы этому посвятил остаток жизни. Я бы из-за этого приехал в Москву. Вот. Ну, вот сейчас студент, любой. Ну-ка посади. Он будет глазами лукать. Откуда он знает, где здесь садить яблони, где абрикос? Откуда ему ведомо это? Он знает, как посадить, и то наверно смерть. А здесь замучишься, это, гоноить. Невозможно, согласитесь. Ладно. Сейчас я беру телефон и нахожу несколько пришло, несколько этих сообщений. Так, если по порядку. Ну, вот последняя пара. КСП, клуб садоводом. Мы у них 1100. А, вот он КСП. Ребята, я ни при чём. Это не засады казачки. Вот он КСП. Вот где вот это бы сейчас с вами. Давайте центральный найдём. Сейчас. Это очень важно. Вот он КСП. Так. Ну, это я бы не найдём. Главную страницу сейчас ищем. Ищем. Вот. Видели? КСП. Вот, 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 пожалуйста. Вот. Ну, я не буду смотреть сейчас. Когда был день, тут высвечивалось. Чем вам помочь? А сейчас, видимо, уже, даже в Москве сейчас 6-й час. 6-й час, поэтому уже видимо, себя подыхает. Вот. Спросить бы его, где вы взяли, откуда травишки, где вы все это берете? Вот она, это подогревает. Вот, снился рбор. И вот сейчас считаем мы справа с телефона. Телефон, видите, что здесь написано? Так, ну, этот автор, это сейчас для настроения мне присылает шуточные ролики. Вот. Найти ваше имя. Спасибо, бездайш, вашей супергенялисти, вы величайший мир. красота. Здорово, да? Только мне не дают это. В общем, не нашел я пока последний цифр, 52-41 в телефоне, да? Давайте про суть. Это важное сообщение, что я, оказывается, не болту. Внимание. КСП, клуб садоводов. Мы у них 1100 оставили. Персики без корней прислали, в последний раз ужас просто. Весь сад в их берках и все дохлое. Вот это есть. Я не виноват. Вот. Вот он, КСП. Главное, настолько дичайшее мошенничество и обман, подлый, наглый. Нет ни одного колонавируса на планете. Ни одной груши нету, ни одной сливы, ни одного перчика. Их не существует. Ну, один раз. Вы представляете, сколько людей? Вот они 100 тысяч оставили. Но я не говорю, что это же ролик прислал. Вот. Гребеж идет. И даже не надо к ним посылать спецназ и прийти в их офис и сказать, ну-ка, покажите один персик колдовидный. Абрикос. Хоть один покажите, к ним отстанет. Нет, даже этого не надо. Надо с центрального телевидения сказать. Бывают такие там сегодня всероссийское диктант. Да, вместо этого сегодня всероссийское обучение людей простейшим приемом, простейшим информацией стоит только людям большого чиновника, крупного чиновника, которому задержало обидно. Ну, может, еще остался хоть один там. который бы сказал колдовидных абрикосов на планете нет. Услышали бы сразу столько народу. И эта лавочка бы тут же закрылась. Кто бы стал покупать? Его же нет. Еще бы сказал, что они практически все нарисованы. Так, ладно. Одно из трех писем посмотрели. Но это обратная связь. Это есть нормально, что я сейчас процитировал. Садоводство поджинализово. Почка и растущая из зоны срастания окулировки ни к чему относятся. Подвой нагиб каплевой чешки. Почка и растущая из зоны срастания. А к чему относятся? А вот к чему относятся? Ученые для них ребята придумали название Химера. Вот. Ну, полностью начинать историю что такое Химера, текст Головолева, вот, или там допустим этот самый кентавр и прочее. Вот. Это все понятно. А здесь тоже обычная Химера и обычно вот уже как сказали антипка и черешня. Так? Ну, антипка это же вишня. А прямой черешня. Но они близкородственники, так? Но именно так появлялись дюки. Вроде бы и вишня, но плоды крупные как у черешни. С кислинкой и не черешней. Черешня это самая сладость из Анастасии. Вот. В Сибири все вишни с длинной плодноской назвали черешней, и это обман знали все миллионы сибиряков, даже 20 миллионов когда-то было, сейчас или меньше сибиряков. и все знали, что вишня не так. Если плоды на длинной плодноске, это черешня. Покойно вишня называли черешня. Да, кислятина, да, размером с локти, да, и все равно черешня. Почему? Но откуда сибирикам было, особенно этим местным, как сказать, аборигенам, откуда было знать, что такое черешня, что это за чудо. А сейчас в Сибири полтора сада, бодна рада стоять в сад, и у меня садик черешня, и все. Но возможность ребята в том и заключается, что на вишню, они морозок еще не приграться на 10-15 в черешня. Привет, черешня, даже не к этому вопрос о совместимости. Очень важный вопрос. Вот. А совместимость это как? Ну-ка, а я не виноват, это к моей теме. Вот она, вот она черешня. Согласитесь, что если по двой вырастет, вырастет черешня, она может быть и мелкая. Может быть, даже и вишня. То есть, остепной вишней качества передадутся черешня такие, что черешня будет практически вишня. Но как по двой, незаменима. Теперь черешня, это второе поколение, будет гораздо на нем лучше. Вот. А человек задал вопрос, вот смотрите, еще раз. Что такое? Ну, а дальше уже пошло. Зона срастания, ну, понятно, это между по двой приводим, вот такая неясная граница. Вот. Может, вынести вечный, может, черешня, а может, вишни, черешня гибрид. Вот так бы я ответил. Ну, как мог. Не вникает, мне надо 23 фотографии. Но вы что снять, если я начал протографировать искать. И, наконец, виноградов. Валерий Константинович, вы не забыли про мое письмо ведите визуализации. Перейшу сюда. Вот. А, давайте сделаем так. Время же осталось. Это мы вам. Я переключился. Итак, я найду ваше письмо. Я тут не это. Другое дело, что я много посвятил вот это высшее образование. Много слов и времени. Сейчас куча пропустил. Вы знаете, как обидно, когда я вот это пропускаю. чтобы этого не было, надо знать. В общем, все это пропускаем до сих пор. Сейчас мы до вас доберемся. Ты бы остался 20 минут. Это потом темы такие очень интересные темы. Просто интереснее не бывает. Ну, что, вы господи, память, Иван Иванович или Геннадьевич. Все, я уже забыл. Забыл, извини. Итак, доброе утро, Олег Косеевич. Как по-вашему, сдержанный рост от прививки на карлик не является ливией критерной гуманизацией? Если двух словах нет или ее признаками почти нет, ибо есть прививка, если подвое на прямой без опыления, признаки подвое передаются на прямую и прямой. Вот, как по мне, это все ученые занимаются и практикуют рецептивные гуляции сами того не создавания. Нет, они не создаются, просто такие вопросы давно никто не задавал. Идать, от этого зависело все. Сегодня ты садовод, академик, завтра ты едешь в Солыпинском вагоне помните, 47 или 8 лошадей прямиком пилить тайгу. Вот. Не вращивайся, а пилить тайгу. Это было. Почему? Потому что надо было решать вопрос. Или ты считаешь, что вот это вот правильно или неправильно. И попробуй угадай. попробуй. Я к этому подключился очень поздно, но у меня уже был определенный опыт и много было уже показано, что витативная гибридация существует. И тут зарядом я через тире. Но сохранить ее невозможно. Существует. Получился витативный гибрид. Полностью геном перекорежен. Заметьте, не улучшен, не ухудшен, а перекорежен. Вот это слово я применяю. Перекорежен. Сложился может жизнестойкий, а может не жизнестойкий. А у меня есть фотографии. А фотографии это где же я сейчас найду-то? Это когда появляется гнойник в этом месте и все. Вместо ура нормальной работы. то есть не пускает и не хочет это превращаться в единый механизм. Не хочет. А кто хочет начинается специальная работа. Мы это проходили. Давайте сейчас я объясню почему. Отвечаю теперь более сдержанно. Итак, сдержанный рост на карлике является революционной гибридизацией. Я говорю нет. Почему? Потому что карлик это тоже самое дерево. Он откуда взялся? Мы получаем как правило один вот этот урац я вам показал. Мы получаем дерево сращивая вначале берем палку. Палка это как правило не морозостойкая и по своей генетике недалекая от прививки. Почему? если взять палку допустим от пусть внутривидовая но допустим от настоящего яблони сибирки. Вот взял на куски распилил вот такими фрагментами сибирку все уничтожил целое дерево молодое чтобы таки были ветки вот такие вот молодое дерево на 50 на 100 фрагментов все 50 висот обтыкал и специальные установки вот не хочу подробнее говорить чтобы они привыкали к плохому вот значит специальные установки с этими с туманной специальное помещение и вот они порастают росли если дикарей вот так вот нарастить попробуйте вы для ноги бы подошло но главное это ведь это делается для того чтобы а вырастить садовцы и успеть вам толкнуть так в реальной жизни в реальной второе чтобы вырастить промышленный сад а дальше когда никто не вспомнит до дачи вот это дерьмо что я показывал вот вырастить промышленный сад так и тогда получается на юге подвой не морозостойкий корни плюс искусственные а у них еще нет центрального корня который будет качать воду из глубины понимаете только на юге зато он подвой культурный если культурный веток он будет иметь прекрасную совместимость а тут рядом вырасти из сибирок вот эти же палки морозостойка есть а количество мертвых оттого что будет отражение будет в разы больше и поэтому он не будет иметь никакого практического значения так вот самое интересное потом если бы дикарь все-таки приучается к этому культурному вот тут и получается регистративная гимнализация даже у карлика но для этого надо а или чтобы подвой был на одном конце я это называю сам придумал на одном конце так называемая лестница как бы от самого простого к сложим от дикаря культурному вот на самом низу где-то дикарь а роскошное дерево помните я говорил полдотерев 600 грамм на самом верху вот и тогда если выжил тогда можно получить ранетку полу культурку потомстве вы понимаете почему именно витативная гимнализация не была признана большинством ученых по крайней мере не было признана победившей школы победившей генетиков да потому что явный витативный гибрид ни на папу не похож на подвой ни на бабу не похож а возьми с него семечко косточки и опять получится совершенно другое дерево вот и получается вот такой сдержанный круг но если говорить после всего что я наговорил про кавлик то настоящие кавлики существующие сейчас в природе в садах они не полноценны тем что у них они используются или полукультурные по двое а культурные рядом именно по генетике и нет причины корежиться этому самому он может быть скорее всего вот как привилевые голден 500 граммов плоды так и получите 500 граммов плоды вот и еще от этого не меняется причем кавлики обычно говорят только про только про яблони на грушах уже не получится на абрикосах не получится еще можно на сливах и на вишнях но вишня такие херовенькие получаются эти же самые подвои искусственные и клоновые что они сами по себе падают это просто позор для науки чтобы заехали туда куда макар терять не гонял их оттуда выгнать надо и заставить заниматься нормально в тех пределах которые уже мы определили любители вот итак межвидовые прививки возьмем груши а почему она не развивается а почему она застыла на второй год тоже два на третий год одна груша на четвертый год мертва перспектив нету генетика разная продержалась три года и нету это прививки и прививка мертва это есть химера химера значит долго не живущее вот и что получается сейчас обратно туда вернусь вот итак получается чтобы была настоящая эффективная гибридизация нужно чтобы они были разновидовые или внутривидовые но 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 на эволюционной лестнице они были на разных концах чтобы не были близкими родственниками а дальними или межвидовые и второе плюс второе условие обязательно то чего нету и быть не может у это вот именно вот так если взять по-простому обязательно эти деревья которые будущие витативные гибриды сломен и качество должны жить на границе выживания 10 привили 10 посадили 10 привили 9 мертвых десятых как ни в чем не бывало живой это как сложится это самое пазлы сложатся и морозостойкие и культурные это далеко не это каждый десятый может быть но не каждый тысячный как при это самое при оборачивании и скрещивании не каждый тысячный а каждый десятый по железу как пазлы совпали все заглядите в мой сад и вот тогда только все давайте следующий вот это вы так хотели чтобы так было есть прививка есть влияние по двое без опыления признаки по двое передаются на привой нет это очень сложный момент или прямой гибнет или прямой очень близкий по своим признакам подвоем а значит ни черта ни толку нету никаких признаков гибрида не получается вегетативного изопыления вот поэтому последнее ваше я это называю это вашим выводом по вам все ученые занимаются практически и говорят сами этого не сознавая они сами не сознавая сами да не сознают но не поэтому для нее она не существует вот ирина а давайте так у нас время окончается еще добавить это итак сами всегда ребрик и сами если уже не начал его вот главный редактор журнала песни садовода он написал статью где мне посвящено целый абзац я я даже этим горжусь и дочек урод это прекрасно помнит я не меньше двух трех раз упоминал этот случай и он как раз этот случай именно для этого случая вот сейчас объясню пусть его услышали некоторые итак ученые там крутейшего института фамилия радикал в своей статье вот его надо по-хорошему будет еще раз изучить уже привлесли внимание там есть один абзац что вспоминаем значит президент императорского общества садовода России императорского президент вот генерал Раевский не согласился про железу а то что векретивная генерализация существует вот он не написал я за или я против я очень убедительно с помощью патографии доказывал ее наличие вот а ему надо было как-то все-таки все-таки я понимаю так что сознание не воспринимает это не воспринимает именно вот такое что все-таки окажется она есть все-таки земля вертится нет понимаете и вот он соснался на величайшего авторитета на генерала который великий садовод считался великий великий а он никаких признаков он бы сейчас допустим не согласился почему он в Крыму у него свой опыт он тысячи прививок он опытный сад он пишет книги он умница он молодец не будет никогда в Крыму гибридов если будут то только они с разновидовая а разновидовая это значит что такое вот скрестил допустим абрикос еще такие примеры можно привести вот и помните там шарфуга слива абрикос персик смотришь на эту сведу слива но якобы там геннист того-того-того а вы теперь возьмите красиво шарфуга красиво признаки трех сортов геном они родственники ну извините персик слева абрикос и такие же не родственники а вы теперь возьмите сотню косточек посадите варьте сотню косточек те которые пойдут персик замерзнут догоняйте что получается те которые пойдут в абрикос сопреют вспомним у нас полстраны широй а которые слива останутся которые пойдут сливу и вот вместо 100 получается 30 каравуга сливой была слива начинались вернулись а те которые должны перенять качество персика просто замерзнут я это проходил я это знаю а то нектариново слива персика лыча вовсе развешиваю все мне любые деньги плачу я всю жизнь собирал коллекцию знаете как слова в письмах плачу любые деньги я ни разу не написал пришлите мне там по 100 рублей черенок нет получу любой день а потом вот эти персиковые слива оказалось сливой вот нектариново луча оказалось лучой вот так вот почему потому что межвидовые гибриды приведут к тому же самому у них нет причины оставаться в новой форме вот вы видите своих детей посмотрите убедитесь в этом первые признаки какие самые видные конечно цвет волос попробуйте попробуйте детей даже допустим половым путем вся наука занимается садоводческая именно этим половым путем попробуйте половым путем вы обладите на себя закажите что будет да ничего не будет а значит если выживет на грани выживания пусть из 10 и 9 мертвых будет но десятый выживет в нем уже будет в генах морозостойкость как вот я считаю что у меня давно ничего не выгрызает они все должны быть мертвые уже давно давно сейчас я буду заканчивать вот это вот вот это вот это все мертвое должно быть мертвое персики любая наука скажет 26-28 придет какая черта Сибирь вон они сейчас у меня зацветают на улице ну привыкли просто уже что в Сибири появились боднеры на Урале Латинков вот а это все те же суеверия не может быть и все а зачем этим заниматься раз не может быть вот ветром надуло ветром надуло понимаете нет не существует Ксении не существует а это самое Телегонии не существует и что мы имеем мы одни а единственную аспирантку на всю страну не мало ли знакомьтесь кто еще не знает Савинь Сирены Саду проспетка красавица студентка бывшая золотая стипедиатка красный диплом аспирантка я уже сбился сколько у нее научных этих самых как и называется научных трудов и так далее и сразу сейчас будет защищаться дали бы доктора дали бы капельру чтобы дали бы но если это если вуз дали бы целое отделение я бы ей помог она бы посреди Москвы тысячи вот таких абрикосовых деревьев тысячи за пять лет вот это все плюс персики помните четвертый пятый год у моих друзей в Европе все в персиках ну вот отсюда все пошло вот а мы даже видите не стала Москва показывать вот приехал целый день снимали в жару дикую десятки сюжетов уже всю страну мы переучили не стала Москва показывать повод хороший аппаратура у наших сибирских этих усталела все приглашаю сейчас столько можно заснять две эти тоже все вот они настоящие витативные гибриды вот в одном случае удается сохранить в одном случае я по семечке у меня это иногда бывает исключение с правил даже неинтересно 50 тысяч сортов яблок да на кой черт нам эти нужны новые эти сорта куда еще уже в них уже гены в этих вот это самое в этих яблоках уже давно гены сибирок сидят это только признать надо понимаете что здесь сидят гены сибирок вот только признать и ладно не признавать допустить а вдруг а почему не замерзли а есть таблица есть таблица этих самых сейчас все в интернете посмотрите какая была погода так что гражданин виноградов дорогой мой друг Алексей не получается даже если приведет на калий какарик это тот же самый близкий по генетике сорт на дикаря привнешь сдохнет надо с несколько поколений как уже на культурный привешь только на самом юге где позволяет мороз вот такой я вам сделал ответ а у нас как раз прошло ровно два часа и одна минута сейчас мы будем с вами перебираться отсюда вот отсюда будем перебираться что-то там еще пищало нет по телефону больше ничего интересного нет есть не можем полностью перейти на телефон сейчас мы с вами побываем побываем мне нужно попасть в ту комнату вот сегодня я рассылку не получил по аллергенному костюм брат мой не получил а что значит это значит часть из вас тоже не получила